Девушки отдыхают Мама 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 Да, и обсудим. Хорошо. Молодёжь! Здравствуйте. 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 Меню нужно? Нет. Спасибо. Спасибо. Чего вы хотели? Мне нужен хороший специалист. А главное, мне нужен положительный результат. В случае, если добиваетесь успеха, я вам возвращаю ласку. Шантаж. Да какой шантаж? Обыкновенная сделка. Ну, хорошо. Допустим, я соглашаюсь. Какие гарантии? Гарантий никаких. Все зависит от результата. Ну, хорошо. Надумайте, звоните. Всего хорошего. Учебник. Я знаю. Учебник. Мне кажется, что вы будете готовить. Я знаю. Учебник. Вера Сеевна! Здравствуй, Иван. Здрасте, я вас жду. А, да, я тебя слушаю. Маме очень плохо. Никто ничего не делает. Можно ведь как-то обезболить или, ну… А сестры говорят, что без назначения личного врача запрещено. Да, да, Вань, только я в отпуск ухожу, и твоей мамой теперь будет заниматься другой врач. Другой? Да, другой. Вы всегда так? Как так? От безнадежных отказываетесь и в отпуск? Да вы не врач! Вы предатель! Вот, значит, как. Значит, плохи мои дела. Бог с вами, Люба, просто я… Я должна уехать. Я уезжаю в отпуск, и вас теперь будет вести другой врач. Вести, значит, сопровождать. Незавидное дело. Послушайте, я вас не бросаю, потом у вас есть Ваня и ваш Дима, а у меня нет. У меня никого теперь нет. Подождите. Подождите. Простите, Вера. У вас все наладится. Верьте мне. И очень скоро. Все будет хорошо. Люба! Дима, так рано. Это он. А это Вера Всеволодовна. Извините. Очень приятно. Вера Всеволодовна. Вера Всеволодовна, я пыталась его остановить. Я хотела вам все рассказать, честное слово. Опять цветы. Привет. Привет. Слушай. Что? Я забыл. Я же машину не закрыл. Сейчас, я быстренько. Извини, я сейчас. Давай. Поддержите, пожалуйста. Извините. Вера! Вера, подожди! Вера! Вера, Вера, подожди! Вера! Вера, постой! Вера, послушай! Уйди! Видеть тебя не могу! Вера! Вера! Ты все не так и поняла. Это совсем не то, что ты думаешь. Она просто моя бывшая сокурсница. Ой, Дима. Дима, не надо, пожалуйста. Я все знаю. Что ты знаешь? Вот что ты знаешь? Что она тебе про меня рассказала? Я пойду, ладно? Подожди. Что она тебе рассказала? Что у нас с ней был бурный роман. И мы трагически расстались. И вот через двадцать лет встретились. Вера навсегда была фантазеркой. Сколько я ее знаю. Вечно выдумывался женихов, романы. Я тебе клянусь, между нами ничего не было. Даже в институте. Хорошо. Хорошо, Дима. Только почему ты мне ничего не сказал? Я сам не знаю. Увидел ее историю болезни у тебя на столе. Решил навестить, а потом как-то… Я собирался, но не получалось. Ну что? Что с тобой, Вера? А что с тобой, Дима? А что со мной? У тебя лоб весь мокрый. Ну и что? Почему ты снял кольцо? Дядя Дим, Вера Севна. Вы чего? Ничего, Вань. Ничего. Просто дядя Дима оказался моим старым знакомым. Я его попросила с вами побыть, пока меня не будет. Вера. Ты ведь знаком с Ваней? Знаешь, как его по-батюшке? Иван Дмитриевич он. В общем, попал я конкретно. И что теперь делать, не знаю. Ты не меняешься, Максимус. Да, вот так. Звонок один, в лучшем случае два раза в год с пометкой «Срочно», тема «Деньги». Энжел. А после того, как ты их получаешь, дружеский поцелуй в щеку? Да. И это твоё? Завтра позвоню? Угу. Я заслужил. Да, я заслужил. Но я меняюсь. Да? Да. Даже так? Ну, может, хотя бы… Ну, ты ж десять. Угу. Энжи, слушай, а у тебя сейчас не будет сто рублей пятьсот? Совсем без денег. Спасибо, Энжел. И я завтра… Ты завтра позвонишь. Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, партизан? Садись, подвезу. Садись, говорю! Где деньги? Да я как раз вот шёл за… Слушай, давай завтра встретимся, а я всё отдам. Ну, раз шёл, давай я тебя подкину. Что до вечера ждать? Сразу всё и отдашь. Говори, куда ехать? Поехаем. Прием, мэм. А. Хе-ха-ха-ха. О-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ласка! Ласка! Девочка моя! Плохо тебе тут без меня, да? Ну, как ты? Не жаловалась. А что вам жаловаться, вы всё равно не поймёте. Да? Слушайте, вам не надоело дерзить? Раз приехали, значит, согласились на моё предложение. Стало быть, поступайте ко мне на работу. Работает, когда добровольно. А мы-то обе в рабстве. Да? Ну, с чего начнём? Знаете что? Забудьте. Мы с таким настроением каши не сварим. Найду кому-нибудь ещё. Так что вы свободны. До свидания. Подождите. Что ещё? Что, так быстро сдаётесь? Боитесь, не сработаемся? Вы думаете, ваш ученик я? Нет. У вас задача посложнее будет. Я жду. А вы обычно в этом тренируетесь? Нет. Давай, только недолго. Угу. О, а вот и наш котик. Не понял. Да ты заходи. Маша. Маша, ты с ума сошла? Теперь здесь будет моя новая студия дизайна. Новый тренд. Да, прости. И не подумаю. Эля! Дедка, объясни мальчику. А, маэстро. Здрасте. Здрасте. Очень хорошее помещение для студии дизайна. Бизнес прибыльный. Заказчики замечательные. А я? А мои картины? Картины и правда хорошие. Только вот в интерьер никак не вписываются. Правда, Марья Сергеевна? Согласна. Если хочешь, можешь оставить себе. А нет, у меня есть несколько подружек. Может, кому пригодятся. Сговорились? Стерва. Грубо. Грубо и некрасиво. Маша. Ну, ты же обещала. Если дело в деньгах, я отдам. Говорила же. Сколько раз говорила. Где едят, там не гадят. Пошел вон. Эй! Ключи! Эти? Подавитесь. Они твои. Это что, Татьяна? Не понял. Я перезвоню. Дурот! Слышишь ты, козел! Стой! Стой! Ну что, покажем этому гадскому снова, да? СМЕХ Ласка, стой. Вот она, твоя лошадь. Зовут Ласка. Знакомьтесь. Ласка, это Аня. Это Наташа. Она будет с тобой заниматься. Привет. Здрасте. Она на самом деле смирная. СМЕХ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тяжелый. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что? Это я тебя сфотографировала, спящим. Доброе утро, мам. Доброе утро, сынок. Привет. Вы же вроде как уехали вчера. Мы вчера были на «ты», вроде как. Ванечка, смотри, что Дима принёс. Иди сюда, я вас фотографирую. На вечную память? Иван. Прости, мам, я не хотел. Ванечка, подойди сюда. Ну, иди, я вас фотографирую. Угу. Так. Ну, ну, обнимитесь. Ну, что вы как неживые. Вот так. Ну, улыбнись. Ну, всё, хватит с меня. Что с ним? Что случилось? Ревнует? Ревнует. Угу. Пройдёт. Я тебя люблю. Вот так. Умница. Умница. Молодец. Ну, как ты? Не страшно, нет? Нет. Анечка, сейчас мы с тобой потихонечку попробуем встать, хорошо? Хорошо. Ласка, стой, стой, стой. Так, давай. Держись за меня. Осторожно. Давай-давай-давай, держись за лошадь. Не бойся, не бойся. Не бойся, она тебя не обидит. Не бойся, держись, давай. Так. Так. Вот так. Молодец. Молодец, держись. Не страшно? Нет. Не устала? Тогда закрой глазки. Закрой. Представь, что вы с лошадью одно целое. Или представь, что ты лошадь. Ну, тогда я жеребёнок. Хорошо, жеребёнок. Давай, сейчас попробуем пойти, да? Глазки не открывай, держись ручками. Глазка, пойдём. Вот так. Молодец. Да, вот так. А ещё мой папа, он тоже конь. Хорошо. И мама. Угу. Они бегут впереди меня. Такое большое поле. Угу. И красное. Почему красное? Ань, Аня, открой глаза. Посмотри на меня. Аня, посмотри на меня! Аня, руку дай! Руку дай! Дай мне руку! Глазка! Аня, Аня, дай руку! Глазка, стоять! Аня! 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 Аня, посмотри на меня! Что с тобой? Анечка! Василий! Тихо, тихо. Посмотри на меня. Я не знаю, что произошло. Руки держите. Держу. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Я не могу чем-то помочь. Я уже всё. Занято не то, не то, что нужно. Спасибо, вы свободны. Аня, аня. О! Не могла сдержать любопытство Пандора и открыла сундучок. И вылетели оттуда все беды и несчастья. Болезни, ссоры, раздоры, страдания. В тот же миг захлопнул Зевс в сундучок, и на дне его навсегда осталась надежда. Как они могли, а? Как они могли врать нам всю жизнь? Перестань. Это ничего не значит. Они потому ничего не говорили, чтобы все не разрешать. А знаешь, я, я поеду, а Лешка пусть пока с дедом поживет. Ой, Надка. Какая ты сильная, Надка. Знала ведь все, все эти годы, и никому ни слова. А я совсем потерялась. Мне нужно во всем разобраться. Зачем? Не знаю. Просто хочется найти этих людей и посмотреть в глаза. И спросить, почему они меня бросили. Просто посмотреть им в глаза, и все. Неужели тебе никогда не хотелось? Мне не хотелось. Потому что у меня была лучшая на свете семья. Мне другой не нужно. Ну, подумай. Ну, что изменится, если ты их увидишь? Что? Не знаю. Может быть, все изменится. Ничего не изменится. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Вань, давай подвезу? Не надо, я сам. Поздно уже? В том-то и дело, что поздно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, решил куда? А то третий час по городу катаемся. По городу, а там посмотрим. У тебя деньги-то хоть есть? Деньги есть, говорю? Деньги? Да, деньги покажи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А это ещё что? Да что за... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы что творите? Эй, тише, тише. Что вообще происходит? Все, приехали. Выходи давай. Извини, друг. Эй! Это тебе за твоим процедуром. Ты сюда смотришь, да? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вперёд! Валины! Эй, жучонку-то дай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты нас не видел, мы тебя не видели. Понял? Куда уж понятней. Бывай, друг. Как только конференция закончится, я сразу к вам. А вы с дедом будете здесь молодцами, правда? И папа, может быть, вечером заедет. Ты врёшь. Ты как с матерью разговариваешь? Лёш, папа, папа, ну я же тебя просила. Я тебя просила. У него очень сложный возраст сейчас. Ну, не надо его шлёпать. Ну, я же так, легонечко, чисто для профилактики. Ну, что ты ей-богу. В конце концов, он же пацан, а не девчонка. Балуйте вы его, балуйте. Да. Макс объявится. Позвони. И вообще звони. Не пропадай. Хорошо. Тридцать седьмой маршрут до Болшева. Запомнила? Я запомнила. Я запомнила. Ну, давай. Удачи. Счастливо. Ну, закрывай. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Вот она, твоя лошадь. Зовут Ласка. Знакомьтесь. Ласка, это Аня. Это Наташа. Она будет с тобой заниматься. Ласка, стоять! Наня! Наня! НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Алексей, ты спишь? Ласка! 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 КОНЕЦ 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 Мешаю я вам, что ли, дядя Миша? Да неправильно всё это. Не по-людски. Вимка, ты куда? Чего там? Фу-фу-фу. Фу. Чужой какой-то. Галка, глянь! Не твой часом? Галка, глянь! О, господи. Вам, что ли? Да не похоже. Эй, вы меня слышите? Подняться можете? Ну, кто же ты его-то, а? Тихо, тихо. Или чего надо доложить? Да нет его, в город он уехал. Вот беда. А что же делать, а? Эй, эй, ты кто такой? Дядя Миш, ну не надо палкой-то. Фамилия? Разве чего? О, Галка, слышь, это твой столичный идёт? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Электобоезд номер восемь прибывает на первую платформу. Вот мне надо ничего с ним делать. Электобоезд номер восемь прибывает на первую платформу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ВЕСЕРВЕННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты что? Господи! Дядя Миш! Чёрт. Ну быстрей же! Вставай, давай! Вставай! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто там? Это Наташа. Заходите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. День добрый. Я хотела... Как Аня? Спасибо, всё хорошо. Скажите, я... Я могу продолжить занятия? Послушайте, я ж ясно сказал, уроки закончены. Так что не смей задерживать. Знаете что, я никуда не уйду. В смысле? А был уговор. Я оплачу вам день занятий. Лошадь можете забрать. Документы потом оформим. Меня это не устраивает. Я так не могу. А что такое? Птичку стало жалко? А ей ваша жалость не нужна. И занятия не нужны. На лошадь она больше не сядет. Да послушайте меня! Я так решил. Это всё. Это не всё. Я могу помочь вашей дочери. И Ласка тоже. И не надо за неё решать. Вот теперь всё. До свидания. Привет, Анют. Привет. Алексей! Завтрак готов. Умылся? Ну хорошо. Давай помогай. Бери вон помидоры, сыр, вилки, нож там. Всё давай на стол. Алексей, ты что глухой? Ага, ну ладно. Мы не гордые, мы можем всё и сами. Та-дам! 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 А мне? Тебе? Тебя же нет. Алексей! Лёшка! Ты где? Нету Лёшки. Ку-ку, Гореня. У нас... У нас ведь Лёха как? Кто не работает, тот не ест. Вот и ну как. А ты давай, собирайся. Собирайся в школу. У нас карантин. А, ну да. Правильно, карантин. Ну хорошо. Тогда займёмся самостоятельной работой. Ты чем хочешь? Математикой? Или внегласным чтением? Угу. С характером человеком. Это хорошо. Алексей! Иди завтракать. Я пошутил. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Проснулся? Ну что? Плохо тебе? Ничего, Максим. Жизнь будешь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так... Мы знакомы? Держи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Ты в Зореченском слышал про такое? Как попал сюда, тоже не помнишь? У-у-у. Хорошо, тогда давай начнём сначала. Кто ты? Я Максим. Можно просто Макс. Просто Макс. Не похож ты на просто. А вот на Макса похож. До города далеко? Пешком к завтрашнему будешь. В СТУК В ДВЕРЬ В СТУК В ДВЕРЬ Ну и куда ты? Поешь, потом поедешь. Мартуся! Ну-ка, давай домой. Обедать будем. Нет, мам! Что значит нет? Давай, давай, быстро. Страшный. Страшный, худой какой стал. Это почему это стал? Ты надолго? Оставайся подальше. Ладно? А то она опять плакать будет. Послушай, я… Я не… Получи. Ешь с хлебом. Знаешь, как она тебя ждала? Так когда? Что когда? Ну, в электричке или что там у вас ходит? Через двадцать минут последняя. Ну, я пойду. Подожди, а деньги-то у тебя есть? Какие деньги? На билет. Держи. Я отдам. Беги, а то опоздаешь. И, кстати, я всегда был худым. Какая-то? Угу. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Перед носом ушла. DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok